Значит, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, от каких вакцин нельзя, в принципе, отказываться? Вот я не спрашиваю, как правильно или как неправильно. Это вообще такая дискутабельная тема, что, может быть, правильных ответов быть не может, которые бы к любому ребенку можно было применить. По вашей личной ситуации, как вот вы смотрите на свою семью, на себя, есть какие-то вакцины, от которых вы не могли бы отказаться? АКДС? От МОНТО можно отказаться или нельзя? Наталья, вот, пожалуйста, ответьте мне от МОНТО. Отказаться нельзя или отказываться можно? Я спрашиваю, от чего отказаться нельзя? От Натальи. А почему вы решили, что от МОНТО нельзя отказаться? Почему нельзя от МОНТО отказаться, ребята? Почему? Ой-ой. Так, хорошо. Специалисты в области МОНТО. Что такое МОНТО? Юлия и Наталья, напишите мне, пожалуйста, что такое МОНТО? Не кто такой, а что это такое? Проба на что? Ребята, при чем здесь МОНТО и туберкулез? Вот вообще на сегодняшний день. Я знаю, что замеряют линейку, но проба МОНТО – это просто наличие аллергизации в детском организме. И к туберкулезу она может иметь такое же отношение, как я, к балету. Понимаете? Нет, я, конечно, пытаюсь поддерживать здоровую устроенность, это такое дело, но балетом я не занимаюсь. И проба МОНТО может вам показать, извините, на сегодняшний день, совсем не то, на что вы рассчитываете. И далеко не все дети с этой пробы реально имеют аллергонастроенность именно к возбудителю туберкулезу. Они могут быть просто аллергиками или просто недокормленными детьми. Вот и все. У них может быть аллергия на молоко, на воспитательницу, на медицину, понимаете, на экологию мегаполиса, но вы меня просто, понимаете, я сейчас готова тут упасть с табурета, потому что проба МОНТО – это как раз то, что вообще… Значит, ребята, ребенку аллергонастроенному пробу МОНТО делать бесполезно. А если у вас с этой пробы МОНТО, которая вот внезапно положительно гонит к фтизиатру, он вам говорит, кушайте кальций, кушайте витамины и гуляйте. Если ребенок не болен, но нет клинических признаков, значит, вы аллергики. И все. И эта проба сама по себе является аллергизирующей. Поэтому я вообще немножко в шоке от того, что на вопрос, от какой вакцины нельзя отказаться, вы пишете в МОНТО. Хотя она не вакцина, она просто аллергопроба и больше ничего. Вот. Значит, что касается того, от чего нельзя отказываться, это если человека покосала бешеная собака, то вакцина и сыворотка вместе вводятся, и они спасают человеку жизнь от бешенства. Вот. Это да. Дифтерия – это ситуация, когда, в общем, непривитой может пострадать сердечная мышца. Вот. Но от токсина дифтерийного, но если человек привит, то тогда есть антитоксический иммунитет. Привитые от дифтерии не умирают. Краснухой лучше переболеть. И корью тоже. Хотя вакцина от корьи и краснухи в детстве – это реально хороший шанс не встретить эту инфекцию в жизни вообще. А если встретить, то не болеть ее тяжело. Ну, пожалуйста, включайте свои логические, понимаете, ресурсы и определите, вам аллергопроба нужна или нет. Итак. Результаты подготовки к вакцинации, от которой точно нельзя отказаться. Что значит точно нельзя? Точно нельзя было у этих детей. По мнению их семей и их педиатра. Я эту точку зрения не обсуждала, хотя я склонялась к тому, что они правы. Я так считала тоже. Но вот смотрите. Значит, это было довольно интересно. То есть я вам сейчас хочу рассказать эти результаты. И причины, по которой вакцинация не могла быть отклонена. Значит, это была прививка от гриппа. От гриппа. Причем не та, которую давали в поликлинике, а только тут было купить. Прямо у представителя фармкомпании, в офисе, все нормально, не в подворотне. Качественную, очень дорогую. По тем временам и по этим временам, по всем временам. Она была не дешевая, она не была бесплатная. Но вопрос в том, почему вакцинация не могла быть отклонена. Один ребенок плохо переносил высокую температуру. Выше 37,5 судороги. Просто судороги. Судорожный синдром. Повышенная судорожная готовность. Ребенок болеет, простужается часто. Невролог сказал, если так будет продолжаться, мы придем к судорожному синдрому. И это будет очень нехорошо. Что-то делайте, оздоравливайте ребенка. Короче, идите к педиатру. Ребята, идите и наводите порядок со здоровьем. Лекарство на судороги, на случай судорог, было выписано. Был выдан рецепт. То есть была инъекционная форма, была форма на случай, если начинает повышаться температура, что дать превентивно, пока может выпить. И было, что уколоть. Но ситуация, мама не горюй, потому что судороги у ребенка, это страшно. Не дай бог вам это видеть или так вот даже представить, это тяжело. Значит, второй ребенок ранее тяжело переносил грипп. Каждый раз очень тяжелая форма, каждый раз интенсивная терапия, каждый раз капельницы, каждый раз гормоны, антибиотики. И поэтому решили одну вакцину вместо вот этой интенсивной терапии с вот этим всем кошмарным спектаклем. Значит, возраст детей был 8 лет и 5 лет. Вакцину выбрали ту, которую рекомендовал педиатр. Ну, то есть она действительно лучшая, не было осложнений, ну, то есть кому привили, все нормально прошло. Но вопрос в чем? Что по уму вакцинацию делают только идеально здоровому ребенку. Он должен быть здоров хотя бы месяц до этой даты. Понимаете? То есть ребенок должен месяц быть в оптимальном состоянии здоровья. Но вот эту дату для вакцинации было найти очень трудно, потому что месяц до вакцинации такого просто не встречалось. Целого месяца полного здоровья не было давно. Понимаете? Ну, вот так получилось, что на жизненном пути, моем, эти две семьи встретились с дикой просьбой. Подготовьте нас к вакцинации. Вопрос, что делает ваш педиатр? А наш педиатр послал. Куда? В НСПИ послал. Хорошо, педиатр подписал под себя. Спасибо ей, дала им доступ, значит, под дистрибьюторские цены. Уже спасибо. Но заниматься и морочиться с подбором продуктов человеку просто некогда. Понимаете, какая ситуация? У него большая сумасшедшая нагрузка. Это правда. И разобраться с тем, какие там добавки, она не могла. Просто кто-то на участке пил, кто-то хороший результат получил. Педиатра просто подписали. Педиатр, не приходя в сознание, что-то там подписал и сказала, ладно, я буду вам направлять. И сказала, продукт хороший, но мне некогда разбираться. Ну, буквально, вот я вам рассказываю, как это было на самом деле. Обоим детям было нужно оздоровить носоглотку, потому что хронический танзелит от иноедит оба-два ребенка. И причем у одного же было конкретное направление убирать миндалины, потому что куда-то годится, там постоянно пробки, уберем и нет проблем. Понимаете, вот такая вот была ситуация. Привести порядок пищеварения. Какое может быть здоровое пищеварение, если в носоглотке, в ротоглотке постоянно гнойная бомба? Холецист, ахолонгин, гастродуаденит, там кишечник, конечно же. Но все это, естественно, было в безобразном состоянии. Привести порядок нервную систему. Ребенок 8 лет не засыпал по вечерам. Избыточная активность. Утром не мог подняться раньше 9 часов утра. Ну, то есть это еще спящее тело привозили в школу. В школе раньше 11 часов вообще лучше не спрашивать. Спит на ходу с открытыми глазами. При том, что вечером избыточная активность. То есть эти биологические часы вывернулись наизнанку. Вместе с мозгами родителей и учителей. Ребенок 5 лет, очень капризен, без причины. В доме атмосфера страха, вдруг опять начнутся судороги. Понимаете, то есть просто все в семье тучи сгустились, все ходят. Все дрожат, не дай бог опять судороги. От судорог, которые всегда появлялись на фоне температуры, дома всегда есть лекарства, они с ними гуляли на детской площадке. Понимаете, до чего дошла. Сестра милосердия с этой сумкой, значит там шприцы эти одноазовые, вата, спирт, лекарства. Ну гулять со спиртом, ватой и шприцами это вообще. Ну представьте, в какой обстановке жила семья. Значит что делали, поставили цель. Здоровое состояние хотя бы месяц. Вот за месяц здоровья они были готовы принести в компанию НСПИ деньги, купить продукт и продукт, как им напишут, есть. Есть месяц здоровья ребенка, которого нужно было через месяц привить. Вот такая была какая-то извращенная цель, совершенно дикая, совершенно неадекватная. Но что есть, тем работаем. Что привить от гриппа? То есть температурить одному нельзя, потому что судороги, другому нельзя болеть, потому что каждый раз госпитализация, интенсивная терапия. С чего начали? Хлорофилл. Ну логично. Детокс, детоксикация, питание, иммунокоррекция, вытеснение патогенной микрофлоры, где хлорофилл проходит, там он ее, значит, и потесняет. Желудок, рота и носоглотка. Значит хлорофилл обязательно. Бифидозавры и бифидофилл. Значит бифидозавры обязательно, потому что рота, носоглотка. Где, значит, цепляется эта микрофлора, там она и наводит порядок. Бифидофилл для кишечника. Значит один ребенок глотал капсулы, другому рассыпали и смешивали с любой едой. С любой, там, не горячий сок, не горячая каша, там творожок, йогурт. Куда могли, туда впихивали. Но отдельно бифидозавры, отдельно бифидофилл. Бифидозавры, естественно, после еды, чтобы был большой перерыв ни еды, ни питья, логично. Понятно почему. И чай. Значит, на случай того, что если вдруг будет температурить, чтобы уже они успели попробовать, и чай, вот, было предложено. И одному, и другому. Детоксикация. Прочистка желчеводящих путей и кишечника. Снижение токсической нагрузки на иммунитет. Убрать токсическую нагрузку. Значит, это были продукты, которые, ну, честно говоря, с полным пониманием, что при вот таком вот, очень странном отношении к продукту НСП, один месяц, чтобы ребенок был здоров. Подождите, а больше не надо? А раньше нельзя было до этого прийти за продуктом для здоровья? То есть, ну, вопросы там задавать, в принципе, было бесполезно. Но с полным пониманием, что при такой вот нервозной обстановке может возникнуть у ребенка и нейрогенная аллергия, ну, просто он боится этих продуктов. Вся семья над этими продуктами трясется, как последнее средство для спасения, и по закону подлости может возникнуть аллергия. Поэтому, естественно, и просто с пониманием, что надо назначать продукты, которые минимально, минимально рискованные в плане провокации аллергической реакции. Коралловый кальций идеально и прекрасно. Значит, детоксикация, гипосенсибилизация, общеукрепляющая, значит, вытеснение радионуклидов и нуклидов, лицестрон, циэцезия. Это понятно, да? Лицетин. Печень, желчеводящие пути, нервная система, иммунитет и так далее. Омега-3. Старшему ребенку 3 капсулы в неделю, младшему 2 капсулы всего в неделю. Но лицетин каждый день. Вы понимаете, зачем? Потому что проблема комплексная, решать ее надо комплексно. 10 дней каждого месяца. То есть договорились так. Раз уж пришли, давайте мы этот месяц здоровья как-нибудь организуем, но не сразу же. Пока вы привыкнете к продукту, вы начните его есть. И сколько у нас это займет времени? Может быть, это полгода. Они, слава богу, рано начали. Надолго до эпидемии гриппа. Педиатр их настроил. Оздоравливаться надо планово. Когда у вас этот месяц здоровья получится, неизвестно. Поэтому договорились, пока пьем продукт, каждый месяц 10 дней серебро, 10 дней железо, 10 дней лифгард. А если заглатываются капсулы с ферментами, то и ферменты. Один ребенок капсулы не глотал. Значит, без ферментов. Другой глотал, значит, с ферментами. То есть вот так по 10 дней. Раз, два. И вот это было в комплексе. Лифгард и ферменты. Три. Значит, всегда под рукой. Голострум украинский вариант. Обязательно. Подарка украинский вариант. Сок нони обязательно. То, что они уже пили и привыкнули к этим продуктам серебро, яйчай, хлорофилл, флора, коралловый кальций для удержания температуры в допустимых рамках. Мы договорились, что то, что есть каждый день, хорошо, если заболеет, для сбивания температуры. Лекарства были подобраны заранее. Дозировки известны точно. По весу, по возрасту. Применять их только, если нужно. И от судорог, и от вирусов, и от бактериальных афорний. Там такая была аптека. Не аптечка, а аптека из лекарств. Ну, серьезно. Мама, как сестра милосердия, ходила с сумкой, со шприцами и спиртом на детскую площадку. Вдруг что-то колоть лекарство от судорог. Чего достигли? Значит, мы занимались усиленно 2,5-3 месяца питанием этих детей. На свое усмотрение, мамы еще выбрали, значит, одна взяла суперкомплекс, другая взяла медухил. Вот. И давали детям, значит, таблетированные витамины, минеральные комплексы. Не витазабрики, потому что тут требовалось такое по всем фронтам оздоровления. И понятно, что порции больше. Вот. Значит, чего достигли? Дети действительно не болели до вакцинации. У нас этот месяц получился через 2,5-3 месяца оздоровления. Дети перенесли вакцинацию очень хорошо. Хотя была договоренность с отделением интенсивной терапии, что они туда придут сами или приедут. Вакцинацию проводили как-то так получилось обоим детям. В пятницу в вакцинальный кабинет работал. И поскольку днем была сделана вакцинация, предполагалось, что потребность скорой помощи может возникнуть как раз на выходные. И с этим отделением детской реанимации договорились, что приедем в субботу или воскресенье. Не дай бог, что вы нас ждите. Ждите, понимаете? Ну, представьте себе, что это было за ситуация. Значит, перенесли вакцинацию хорошо. Никакую интенсивную терапию никто не поехал. Помощь после не потребовалась вообще. В том году грипп с ним приключился, болели не тяжело. Но вопрос в том, что через 3,5 года вопрос о вакцинации вообще не поднимался. Просто он не стоял. Настолько семьи впечатлились, что дети смогли не болея прожить вот столько вот до, чтобы вакцинировать. Как бы было логично перебросить мостик в будущее. А давайте мы попробуем еще покормить этими продуктами, чтобы в дальнейшем не болеть. 3,5 года дети получали продукты на спи, как еду на каждый день, а не как скоропомощь и лечение. Вот эти все 3,5 года, вернее 3 раза, они еще вакцинировались от гриппа. Но видя, что дети окрепли, дети оздоровились, болячек практически нет. И переносится грипп не тяжело у вакцинированного ребенка. Тем более на фоне колострума NSP-шного с украинского рынка. Подарка и все, что увидели, там и скорая помощь у них было. Они решили через 3 инъекции последующих еще этой вакцины от гриппа, одной и той же фирмы брали, естественно, они менялись из года в год, подстаиваясь под предполагаемый грипп. Но вот внезапно, через 3,5 года, обе семьи осенила идея, а правильно мы делаем ли, вакцинируя детей, а можно ли и не вакцинировать уже. И самое интересное, что оказалось, можно. Получается, что можно. В последующую зиму и весну уже непривитые дети, повзрослевшие на эти 3,5 года, перенесли грипп и нечастая ОРЗ практически так же, как на фоне вакцинации. Сейчас мне фирма-производитель вакцин может сказать, вы видите, как полезно вакцинировать детей. Я хочу сказать, я вижу, как это полезно. Я понимаю преимущество защищенного от гриппа, часто болеющего, очень проблемного ребенка, незащищенного. Но я хочу сказать, что на фоне продукта НСП дети оздоровились, дети стали реально более крепкими. И я хочу сказать, что примерно к таким же результатам, к таким же результатам, тем более за такое длительное время приема продукта, приходят и семьи, которые детей от гриппа не прививают. То есть, по сути дела, психологический эффект, мы защищены вакциной. Или же реальный эффект вакцины, который защищает. Я не могу вам сказать точно, что работает. Но я хочу сказать точно, что колострон, готовые антитела, помогают практически всем, кто применяет. Наряду со всей детоксицирующей и питательной поддержкой от компании НСП, которая была здесь применена. Чего достигли? В одной семье мама, в другой семье бабушка стали лидерами. То есть, их дальнейшую карьерную лестницу я не знаю. Но вероятно, что врач-педиатр стал как минимум лидером-ассистентом, потому что два лидера параллельно закрылись. То есть, давайте поздравим друг друга с тем, что у нас стало достаточно много союзников, которые правильно относятся к продукту НСП. К продукту, который нужно есть, которым нужно ребенка кормить, а не спасать. Ну, еще один хороший результат. Одна мама родила еще ребенка. Она просто перестала бояться детских болезней. Она перестала жить в шоке, в стрессе. Не дай бог заболеет ждать, или уже заболел страдать, что уже случилось. То есть, у мамы просто выровнялись психологические моменты. Слава богу, выровнялись. Родила ребенка, с которым она абсолютно здорова, абсолютно счастлива своим ребенком здоровым и счастливым младшим. А также старшим, который уже здоров. И вот эти тучи, которые над этими семьями стояли, в ожидании болячек, в ожидании проблем. Целая аптечка была забита невероятными лекарствами. И они знали, как применить, и были готовы. С реанимацией договаривались, приедем после вакцинации, потому что проосложнения начитались в интернете. Вы знаете, вот этот сдвиг психологического настроя в мировоззрении исправился. Когда ребенок здоров, вся семья психологически корректируется очень быстро. И это очень большое счастье. Без привлечения могу сказать, что информация, которую вы даете семьям, особенно с детьми, реально нужна, помогает, и она всегда в помощь. Вас слышат прямо сегодня и сейчас, вас услышат потом, обратятся с некоторым таким, знаете, тормозным путем. Затормозили, подумали, потом обратились. Это не важно. Важно, чтобы вы продолжали давать информацию, особенно тем семьям, где есть дети. У меня на сегодня все.